В прямом эфире телеканал «Россия» Вести Ульяновск, студия Владислав Литковский. Добрый вечер, смотрите в нашем выпуске. Проблемы дольщиков решат до 2023 года. Помощь придет из Федерального фонда. Больше не жужжат очередная массовая гибель пчел в Ульяновске. В чем причина и кто возместит убытки? Чья песочница в Ульяновске решили искоренить бесхозные игровые площадки? Проблемы дольщиков в регионе решат до 2023 года. В реестре недостроенных объектов Ульяновской области 31 многоквартирный дом. Почти 3,5 тысячи человек нуждаются в помощи. Выход из непростой ситуации ищут региональные власти и федеральные эксперты. Дешевое жилье, построенное в кратчайшие сроки. На такую заманчивую приманку клюнули 159 тысяч человек по всей стране. Обманутые дольщики остались без денег и крыши над головой. В Федеральном фонде защиты прав граждан, участников долевого строительства, помогают именно таким людям. В Ульяновской области они достроят 10 проблемных домов. 9 уже по ним ведется работа. По 10 дому в июле будет принято решение. Это те дома, где застройщик признан банкротом. Если вдруг еще дополнительно какая-то помощь нужна, мы еще объекты готовы рассмотреть. Тем более софинансирование в полном объеме обеспечено. При этом многие проблемные дома достраиваются и без федерального финансирования. В прошлом году с помощью региональных мер ввели в эксплуатацию 10 объектов. Больше 800 человек получили ключи от своей законной жилплощади. До 2023 года за счет региональных мер и бюджета Ульяновской области планируется достроить еще 21 дом. Это 1350 дольщиков. Программа регионального правительства уже работает. Строительство дома на Юго-Западной было заморожено несколько лет назад. Сейчас здесь снова кипит работа. Новый застройщик завершил все капитальные работы и уже облагораживает двор. Учитывая пожелания людей, которые ждут уже 2-3 года, которые снимают квартиры, мы пошли на то, чтобы зайти сюда досрочно и постараться приложить максимум усилий, чтобы сдать кратчайшие сроки. В это время Федеральный фонд утверждает не только сроки, но и количество объектов, которым готов помочь финансово. Задача в кратчайшее время достроить все проблемные дома. Глобальная цель – исключить риски при покупке жилья и вычеркнуть из народного обихода само понятие «обманутый дольщик». Елена Тимонина, Павел Игнатьев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Им просто некуда идти. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, продолжают скитаться по съемным квартирам, когда собственное жилье им положено по закону. Проблема тянется годами, как и очередь, которая только растет. Есть ли выход? Разбирался Павел Игнатьев. В этой коммуналке живут по-семейному дружно. Аня Турутанова – сирота. За своей соседкой Татьяной Васильевной она ухаживает как за родной. У женщины – первая группа инвалидности. Трудолюбивая девчонка, ласковая, добрая, любит мужа. Ну, семьянинка такая вот, домашний человек. Вот только своего дома у сироты никогда не было. В свои 26 девушка сменила множество прописок. Приют – причал надежды, Ивановский детский дом и бесконечный список временных адресов. Скитания продолжаются и сейчас. В очереди на получение жилья Аня даже не в первой сотне. Я сейчас 341. Как они объясняют, то, что они дают 10 или 20 квартир в год. С таким успехом я состарюсь, пока получу квартиру. В региональном Минструе ситуацию называют непростой. В этом году по госконтракту для сирот закупят всего 224 квартиры. Это при том, что в очереди на получение жилья числится почти 2500 человек. Получается вот эта вот потребность, но мы ее не успеваем просто закрывать. То есть она постоянно как нарастает, как снежный кон. Глобальная проблема охватывает практически все российские регионы. Федеральное правительство обязало каждый субъект ликвидировать очередь до 1 января 2025 года. В качестве возможного варианта рассматривается введение жилищных сертификатов. При введении программы сертификатов человек сам может подобрать квартиру. И с учетом этого сертификата добавить какие-то свои накопления или ипотеку взять и приобрести квартиру. Соответствующий проект разрабатывается профильным министерством. До сентября документ должен попасть на стол областного правительства. И если его одобрят, проект станет уже постановлением. А у сирот появится робкая надежда получить свою законную жилплощадь. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Массовый падеж пчел сразу в трех районах Ульяновской области. Официально погибло 440 пчел и семей. Цифры не окончательные. Уже сегодня к Вишкаемскому, Майинскому, Чердоклинскому районам присоединился Цельнинский. Подробнее Марина Тимофеева. Дымарь, халат и сетка. Вот они, привычные атрибуты пасечника во время откачки меда. Только сегодня их можно отбросить в сторону. Ведь пчелы здесь больше не летают. На земле сотни погибших пчел еще пару дней назад. Они трудились, не покладая лап и крыльев. Уже подготовленные к медосбору. Они пали сегодня в ульях только незаполненные соты. Глядите, сколько их. Это же уже мертвые. А их там сколько? Миллионы их там. У Виталия Садяшева вместо девяти рабочих ульев остался только один. Главные опылители территории начали гибнуть еще в прошлом году. Мы без меда остались. Это же какое-то вредительство. Нужно же что-то придумать. Нельзя же так. Взяли все, загубили. Видишь, сколько людей страдают. Аналогичная картина у каждого пасечника из деревни Средней Алгаши. По минимальным подсчетам каждый пчеловод потерял до 300 тысяч рублей. О том, что падеж насекомых не обошелся без местных аграриев, у пасечников сомнений нет. Поблизости цветет рапс у нас. Основные пчелы туда летают. А их химикатами травят. Надо было что-то такое полезное, чтобы и рапсу польза была, и пчелам польза была. Поле до 200 гектаров цветущего рапса. Фермеры не отрицают. Обрабатывать растения начали. А предупредить об этом местных жителей то ли забыли, то ли просто не стали. Говорят, пестициды сертифицированы. Но почему массово гибнут пчелы, не понимают. Конечно, наша вина тоже есть. Теперь мы будем относиться к этому вопросу более радикально. Будем предупреждать заранее, до обработки за 2-4 дня. Как растопить равнодушие некоторых земледельцев обсуждать начали еще в прошлом году. Тогда сошлись на информирование о предстоящей химической обработке. В муниципалитетах области даже созданы группы. В мессенджерах с фермерами и пчеловодами. Результат только в Вишкаемском, Мальском и Чердоклинском районах. Официально погибло 440 пчелосемей. Специалисты уверяют, цифра возрастет. Были отобраны пробы патологического материала пчел и направлены на лабораторные исследования для определения причин гибели. Официальную и более точную информацию о количестве пострадавших пчелосемей и причинах гибели даст агентство ветеринарии Ульяновской области. Фермер из Мальского района готов компенсировать ущерб только тем, кто имеет ветеринарно-санитарный паспорт в пасеке. Тем временем остальные пчеловоды продолжают подсчитывать убытки и ждать 29 июня. Именно в этот день вступит в силу закон, что обяжет аграре предупреждать об обработке полей за три дня и посредством прессы. Марина Тимофеева и Михаил Державин. Вести Ульяновск. Из Сильнинского района. Первый кандидат на пост губернатора Ульяновской области подал документы в ЦИК. Об этом сообщили сегодня в региональном избиркоме. Им оказался действующий депутат Государственной Думы, представитель фракции ЛДПР Сергей Маринин. Нужно собирать муниципальный фильтр. Мы будем ездить по 18 районах и собирать подписи депутатов, чтобы они дали свой голос за меня. Я буду им говорить, что я свой, народился здесь и буду работать на благо наших избирателей, на благо Ульяновской области. Прием документов на выдвижение продлится до 6 вечера 8 июля. Актуальную информацию о кандидатах и ходе избирательной кампании можно узнать на сайте региональной избирательной комиссии в разделе «Выбираем вместе». Актуальные проблемы у отрасли, а еще обмен опытом по решению прикладных задач. Эти цели ставили российские мостовики на встречу в Ульяновске. Участники научно-практической конференции обсудили тему внедрения эффективных технологий дорожных работ. В списке мероприятий значились также выезды на искусственные сооружения. Первой точкой Сельдинский мост, как раз на нем опробировались новые технологии содержания искусственного сооружения. Защита арматуры от коррозии, защита железобетонных поверхностей от водонепроницаемости, тоже опять же есть бетонная коррозия и так далее. И плюс изоляционные материалы, оформление деформационных швов. Не меньше интерес вызвал и президентский мост. Здесь дорожные строители активно используют композитные материалы. Почему нет цинковка? Мы выбрали такое направление, используя композиционных опор. Не красит, не ржавеет. По цене сопоставимо с цинковкой. С интересом послушали об этих подходах ульяновских мостовиков. Таких уникальных мостов Российской Федерации не очень много, но даже на более мелких объектах все равно интересно внедрять те подходы, которые коллеги опробовали у себя. В Ульяновске насчитали сотню бесхозных детских площадок. Кто должен следить за исправностью игровых и спортивных комплексов во дворах? Чинить качели, например. Обновлять песок в песочнице, краску на архитектурных формах. Депутаты городской думы предложили в корне изменить систему установки игровых комплексов. Опасные качели, поломанные лестницы. Вместо детского смеха в этом дворе все чаще звучит родительское негодование. Наша площадка пришла просто в ужасное состояние. Лестницы сломаны. Другая горка. Вообще полы вырвали. Ни уборки, ничего нет. И вот хотелось бы нам, чтобы ее привели нам в порядок. Просто у нас очень много здесь детей гуляет. Но кому предъявить претензии? Детские песочницы и спортивные снаряды рассыпаются без хозяйской руки. Как мы видим, это достаточно серьезная проблема на сегодняшний день. Ни придомовая территория, то есть управляющая компания не содержит эти детские игровые площадки, ни детские спортивные организации, на балансе которых должны быть соответствующие площадки. Как мы видим, они ничейные. А такого быть не может. Поэтому мы с депутатским корпусом будем выходить с инициативы постановки на баланс. Общественники и депутаты составляют реестр детских площадок. Без внимания не остается ни один двор. Городская дума вносит свое предложение. Мы предложили, начиная со следующего года, изменить систему установки даже детских площадок. И делать это на междворовых площадках, делать это на городской земле, делать это так, чтобы затем было закреплено предприятие, либо организация, которая будет обслуживать и содержать, ремонтировать и детские, и спортивные площадки. Предложения абсолютно справедливые. Замечания мы, как сотрудники администрации, принимаем. Сегодня мы входим в новый бюджетный процесс подготовки городского бюджета на 2022 и последующие годы. Конечно же, мы эту работу проведем, и все эти предложения будут учтены. Соответствующее поручение Дмитрий Вавилин уже передал в работу. К следующему году такие серые пятна, незаметные городским службам, должны полностью исчезнуть с карты Ульяновска. Кристина Агафонова, Вести, Ульяновск. Первое большое интервью Алексея Русских. Разговор о прошлом, настоящем и будущем. Почему назначение в Ульяновскую область не стало неожиданным? Какой регион в окно своего кабинета Алексей Русских увидел 9 апреля? И какая Ульяновская область должна стать в будущем? Как опыт в бизнесе помогает руководить регионом? Ощущает ли русских поддержку Владимира Путина? И приедет ли в Ульяновскую область семья главы региона? Первое большое интервью Алексея Русских уже в эту субботу, 26 июня, в 8 часов на телеканале «Россия-1». О спорте. В Ульяновске сегодня завершился футбольный турнир «Переправа». Его часто называют «трамплином». Для молодых игроков участникам не больше 23-х. В поединке за третье место сошли сборная России для футболистов не старше 18 лет. И команда четвертой группы профессиональной футбольной лиги, в которой выступали игроки Ульяновска и Димитровграда. Но завоевать бронзу подопечным Рената Аитова не удалось. 17-летние россияне одержали победу со счетом 1-0. Гол забили в самом начале встречи. Золото турнира взяла команда первой группы ПФЛ, где выступают коллективы с юга России и с севера кавказских регионов. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера и всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok В Лесах области сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. В центральных районах чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова